Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Личность святителя Петра очень близка нам по его восприятию того, что есть русская церковь, по его защите церкви от врагов внешних и внутренних, по его стремлению сохранять единство церкви, которая уже в то время подвергалась испытания. Святитель Петр родился на Волыне, на нынешней украинской земле и был рукоположен, поставлен в митрополита Киевского по выбору патриарха Константинопольского, ибо тогда церковь наша была частью Константинопольского патриархата. И в 1309 году он прибыл из Константинополя в Киев и старался пробыть там некоторое время, но разрушенный татарскими набегами Киев, лишенный своих стен, укреплений, защиты, постоянно подвергался набегам не только со стороны Орды, но и со стороны разного рода лихих людей. И жить в этом городе, а тем более управлять церковью было невозможно. И тогда при всем желании оставаться в Киеве, святитель переехал во Владимир, куда ранее переехал его предшественник, митрополит Максим, движимый теми же соображениями. И находясь во Владимире, престольном граде тогдашнего князя всея Руси, святитель осознавал свою ответственность за всю русскую церковь, и за север, и за юг, и за восток, и за запад. Его молитвами сохранялось единство церкви нашей в самые трудные годы нашествия наплеменников и начинающихся междоусобных браний. За год до смерти святитель Петр принимает решение переехать из града Владимира, тогдашнего престольного града всея Руси в Москву. Его пригласил князь московский Иван Калита, но не только потому, что князь его пригласил, но и потому, что почувствовал святитель потребность быть в граде Москве. И прибыв сюда, на эти кремлевские холмы, он повелел заложить церковь Успения Пресвятые Богородицы. И через год скончался и погребен был в стене строящегося храма, того самого, в котором мы сегодня с вами и совершали его память. Стена храма теперь идет по другой линии, и поэтому гробница с мощами святителя Петра находится в алтаре. Он здесь, в своем кафедральном соборе. Он здесь, в первопрестольном граде, который стал столицей древнего русского государства после Киева и Владимира, именно потому, что святитель Петр перенес сюда кафедру митрополита всея Руси. Святитель Петр сыграл огромную, как мы сегодня бы сказали, историческую, политическую роль для объединения земель вокруг Москвы, для формирования великого русского государства со столицей здесь, в этом Святом Граде. Но, конечно, не был бы он прославлен в лике святых, если бы не явил силу благодати, которую изобильно на нем пролил Господь. Святитель Петр, человек аскетической жизни, глубокой молитвы, преданности своему архипастерскому долгу. Он душу свою полагал за паству и потому сподобился особой милости в очах Божьих и стал не только первосвятителем земли русской, но и великим молитвенником и ходатаем за всю землю русскую. И как нужно сегодня его ходатайство, его молитвы, когда Русь раздирается политическими противоречиями, когда внешние силы сталкивают одну часть Руси с другой, превращая полем битвы землю Украины, родной для святителя Петра. И мы должны мы особенно молиться святителю, чтобы Господь помог нам преодолеть эти междоусобные брани 21 века, чтобы вновь высияла слава святой Руси, чтобы вера православная укрепилась в народе нашем и чтобы, конечно, единая церковь русская осуществляла свое пастырское водительство всей землей, всея Руси. Молимся святителю Петру и верим, что его молитвами и будет так, вопреки всем тем, кто извне и изнутри пытается разрушить единство народа нашего, кто извне и изнутри пытается разрушить единство церкви нашей. Но силой молитвенного предстательства святителя Петра и всех угодников в земле нашей просиявшей да сохранит Господь и церковь и народ наш в непоколебимом единстве. Аминь. С праздником поздравляю вас!